Здравствуйте! Мы начинаем очередной урок школы покера. На прошлом нашем занятии мы разобрали такую тему, как лудомания или болезненное пристрастие к играм. По-русски лучше сказать игромания. А сегодня тема нашего занятия прямо противоположная – игровая дисциплина. Хотя нет, в чем-то они, может быть, и связаны – лудомания и игровая дисциплина. И теперь я хочу пригласить к столу своих студентов. Здравствуйте! Здрасте! Ну, про лудоманов мы наслушались, про то, как они бездумно просаживают свои денежки, не знаю во что. Но что отличает профессионального игрока не то что от лудомана, а от игрока непрофессионального, это его игровая дисциплина. Что это такое, мы как раз сейчас и выясним. В первую очередь речь пойдет о денежном менеджменте. И введем такое понятие, как банкрол. То есть банкрол – это сумма денег, которую игрок располагает и которую он готов разыграть. Этот банкрол у меня может быть на этот день, на эту игровую сессию, на этот месяц или на этот год. Или вообще банкрол, то есть если я проиграю эти деньги, то дальше мне взять их будет негде. Ну, профессиональные игроки, которые сделали игру своей профессией и не имеют внешних источников дохода, как правило, имеют банкрол. И он понимает, что если он выбьется, у него банкрол этот кончится, ему надо будет что-то придумать, где-то брать кредиты, там, займы какие-то, или, может быть, снижать свои лимиты до таких низких уровней, что он не сможет прокормиться. Вот, поэтому игроки трепетно относятся к своему банкролу и не позволяют ему, как бы, снижаться. То есть, ну, опять, как всегда, кинем коротенький взгляд в историю. Вот, есть прекрасные заветы Некрасова Николая Алексеевича, которые, по свидетельству его гражданской жены Авдотьи Панаевой, отправляясь на большую игру, деньги, отведенные на игру, клал в отдельный карман. Вот, и, то есть, ничего не могло его заставить проиграть больше этой суммы. Иногда он, на счастье, брал из кассы «Современника», там, ну, несколько сот рублей, хотя в этот карман, отведенных на игру денег, у него там были десятки тысяч, он привел крупную игру, Некрасов, он содержал на игровые деньги журнал «Современник», где увидели свет многие замечательные произведения русской литературы впервые, например, роман Чернышевского «Что делать?», вот, а до этого многие вещи Пушкина. Вот, то есть, такой был очень интересный дядька. Так вот, у него были заветы, что деньги, отведенные на игру, то есть, он положил в карман и уже заранее с ними распрощался. То есть, он не расстроится, если их не будет. Он понимает, что это игра, там могут быть плюсы, так же могут быть и минусы, то есть, он как бы не заплачет. И точно так же он не может в процессе игры брать откуда-то еще из другого кармана или посылать домой за деньгами, потому что это как раз, ну, плохо, это ему мешает контролировать игру. Он знает, что вот он это сегодня может проиграть, вот, и больше нет. У меня по этому поводу в одной из книжек, по-моему, в книжке «Блэк Джек» есть глава о деньгах данных взаймы. Там я описываю такой случай, я прихожу в казино и вижу мой хороший знакомый, Павлик портной сидит, играет «Блэк Джек», немножко выпивши, увидел меня, обрадовался, о, Димуль, дай 100 долларов. Но сумма незначительная ни для него, ни для меня. Я говорю, нет, извини, не могу. И пошел себе дальше. Он со мной пару дней не разговаривал, а потом, когда мы сели выяснять этот вопрос, он мне говорит, у меня было такое ощущение, что меня катили из ведра холодной водой, потому что я настолько не ожидал, что ты мне не дашь 100 долларов, как раз в такой момент, когда мне было нужно. Я говорю, Павлик, я же тебя, они, на улице встретил. Я тебя встретил в казино. Это раз. Во-вторых, ты сидел выпивший. Я считал, что если я тебе дам сколько-нибудь денег, с моей стороны, это будет медвежья услуга. Ну, такая плохая услуга. Нехорошая. Потому что ты взял... Ты когда шел в казино, у тебя было сколько-то денег. Может быть, ты не все хотел проигрывать. Раз ты у меня спрашиваешь, наверное, ты уже все, которые были у тебя, с собой проиграл. Если бы тебе было бы не больно проиграть больше денег, ты бы взял с собой еще сколько-то. Вот. Притом, я думаю, что ты не очень хорошо играешь в Блэк Джек. И тем более ты выпиваешь за игрой, что ты не должен себе позволять, если ты серьезную игру играешь. Поэтому я себе представил, что ты завтра проснешься после этой игры, думаешь, вот, зачем я пошел в это казино, проиграл все деньги, еще этот лесной у меня повстречался, еще у него, ему надо отдавать 100 долларов. Поскольку я не первый день и не первый год размышляю над этой проблемой, у меня есть правило. Я в казино своим приятелям деньги не одолживаю. И точно так же не прошу сам. Поэтому извини, не обижайся, я хотел тебе только добра. И тут же я ему привел вот этот пример из российского старинного законодательства, дореволюционного, что если кредитор знал, что он дает деньги на игру, то он не может требовать их судом. Он должен предполагать, что раз человек взял на игру, он может их проиграть, и может быть, ему нечем платить. Ты сам, как бы, давал, и ты сам один несешь эти риски. И, пожалуйста, не привлекай на свою сторону закон. Закон не будет тебя защищать, что ты даешь игрокам на игру свои деньги. На самом деле, игрок и не должен попадать в такие ситуации, что у него заканчивается банкрол. Он должен брать ту часть своих вот этих оборотных средств, которые предназначены у него для игры. Вот он должен по этим своим деньгам выбирать себе лимиты, турниры. И я призываю всех игроков, которые играют на деньги или участвуют в турнирах с денежными взносами, свою жизнь планировать для того, чтобы не уподобляться этим лудоманам, который получил зарплату, сразу бежит, взял в долг, бежит. Вот, значит, есть еще такое понятие у игроков, как замазка. Или, выражаясь по-английски, tilt. Ну, то есть пар. Ты кипишь. Вот, стиминг такой. Вот, то есть, это проиграл, желаешь отыграться. Вот, в русском языке много таких поговорок про замазку. Ну, это как раз то, чего должен профессиональный игрок всячески избегать. На самом деле, это не так просто, потому что, ну, любой человек, который даже очень хорошо играет и понимает, что у него положительное матожидание, но ему неприятно, что же это матожидание никак не складывается и не сказывается. И все с меня и с меня. И он хочет как можно скорее вернуться хотя бы в первоначальную точку. Вот, то есть, ну, на самом деле, этот tilt, он как бы чреват. Если у вас есть такое желание, никто вам этому желанию помешать не может. Желайте себе на здоровье, оно вполне естественное. Но просто tilt этот опасен тем, что люди начинают себя по-другому вести. Либо они садятся и ищут более крупную игру. Либо они начинают заходить в каждый банк, и поэтому у них изменяется критерий выбора стартовой руки. До этого вы сидели, выбирали себе хорошие карты, на которые заходили, чаще выигрывали, чем проигрывали. Стоило несколько раз не сложиться, вы начинаете заходить на всяких мусорных руках в надежде, что вам повезет, вот, и только усугубляете свое положение. То есть профессионал, ну, хороший профессионал, если он чувствует, что он попал в это состояние тильта, то ему лучше бросить и повременить. Я не знаю игрока, который бы никогда не тильтовал. Наверное, каждый профессионал бывает в момент, когда он начинает тильтовать. Вот вам нельзя говорить, что я никогда не тильтую. Важно правильно выйти из той игры, когда вы в тильте. Нервничайте, когда начинаете изменять свою игру и играете покрупнее, это будет лучшим решением, чем говорить, что я не тильтую, играю так же, как ранее играл. Так что ты сознаешься, что ты тильтуешь? Да, лучше сознаться, просто выйти в момент из игры, два-три часа отдохнуть, потом снова продолжить игру. Потому что, возможно, кто-то меньше тильтует, кто-то больше, но не знаю игрока, который бы никогда не тильтовал. Просто бывают такие моменты, когда просто все факторы за то, что ему не везет в тот момент, не складывается игра, плохо себя чувствует, он начинает тильтовать. Макс, ты сильно правильный. Нам с этим столом опасно сидеть. И вообще очень важное качество для профессионала – это уметь настроить себя на игру. то есть, ну, поскольку мы к этому относимся как к работе, как к серьезному делу, где нам придется считать, думать, оценивать, запоминать, то мы понимаем, что у нас должна быть свежая голова. Поэтому, например, ну, скажем, там, не знаю, вы заехали в клуб покерный, у вас был трудный день, вы работали, съемки какие-то прошли. О, хорошая компания, можно часочек поиграть. Поскольку профессионал понимает, что если игра будет действительно хорошая, то есть он увидит, что у него положительное отождение, она может затянуться. И у профессионала сессии бывают длинные, там, по 8, по 10 часов. Вот он должен понимать, что он через 5 часов уже будет уставший. Он и сейчас уже уставший. Но если он на час еще может себя заставить сконцентрироваться и полностью отдаться игре, то он должен иметь этот запас, ну, как бы, личных качеств своего, то есть, ну, не знаю, здоровья, внимания, бодрости. Вот поэтому всякому человеку, который собирается играть, при том, что он уже знает, вооружен, там, фундаментальной теоремой покера, шансы банка, вероятностью, ему нужно быть еще внутренне ко всему этому быть готовым. И есть простой способ выспаться, отдохнуть, не знаю, убраться в квартире, чтобы тебя это не отвлекало, если ты дома, например, там сидишь в интернете. Там, если есть домашние животные, покормить, если есть дети, уложить спать, или, может быть, родителей уложить спать, чтобы тебя не отвлекали всякие факторы. Если вы курите, там, не знаю, запастись сигаретами, чтобы вам не пришлось бегать или нервничать. Я сколько раз у себя помню такие ситуации. Закончились сигареты? Ну, жалко, сейчас уйдешь там на 15 минут. Думаешь, а сейчас еще сдачу, а еще сдачу. Потом смотришь, нет ли какой-нибудь недокуренной сигареты. Это сильно отвлекает. Короче, нужно полностью очистить сознание от действия вот этих посторонних факторов и настроиться на игру. В этом тоже игровая дисциплина. Потом существуют такие моменты, когда вы проиграли, например, крупную сдачу. Мы называем это в своем кругу культивирование остаточного образа. То есть после этого я эту сдачу еще могу вспоминать там полчаса, час, два часа. Я еще собираюсь завтра ее рассказать своим друзьям, что вот надо же, у меня был там фулл хаос лопа, и так я проиграл его. И вот эти воспоминания неприятные, они могут мне помещать еще в следующих 10 раздач сыграть хорошо. Потому что вместо того, чтобы думать, что у вас может быть, почему вы сделали, я должен проанализировать всю последовательность ваших действий до флопа, на флопе, учесть у кого какой стэк. Из-за этого я думаю, ну как же я мог проиграть этот фулл хаос? Меня это отвлекает и мешает мне в дальнейшем. Поэтому я тоже должен выработать себе такое правило. Как только я первый раз вспомнил про этот фулл хаос, я должен сказать тебе, слушай, или ты сиди, лей слезы и грусти по поводу этого фулл хаоса, иди к кому-нибудь, позвони, пожалуйста, поплачь на судьбу, или забудь и продолжай играть. Потому что продолжать играть и помнить, и вот это все переживать, ну не получается. Профессионал на самом деле и не должен особо переживать, потому что он понимает, что ну была там двухпроцентная вероятность, что человек на младшем сете купит коры против тебя. А у тебя был старший сет, и ты проиграл, думая, что у тебя фулл хаос. Ну и что бывает, двухпроцентная вероятность тоже случается. В 50 случаях один раз такое произойдет, поэтому ничего необычного, не надо плакать, все это бывает. Профессиональные игроки часто стараются контролировать тильт, играют покер без эмоций, думаю, это довольно правильно, потому что иногда даже хорошие выигрыши меняют их игру, начинают играть более осторожнее, делают ошибки. Также когда он проиграл, он просто не обращает внимания на то, что он проиграл, ему не повезло играть дальше свою плюсовую игру, так меньше шансов упасть в тильт, чем каждый раз обращая на свой переезд или невезение, потому что он нервничает, так скорее попадет в тильт и будет делать еще больше ошибок. Поэтому покер – это для регуляра игра без эмоций, он играет плюс на большой дистанции, просто не обращают внимания на эти факторы, как невезение. Бывает даже, что вы сами себе окажете плохую услугу в результате анализа. Например, вы проиграли в каком-то турнире, неудачно выступили, и, проанализировав, разобрав это хенд-хистери, сделали вывод, что вы играли недостаточно агрессивно. И, следовательно, пришли к выводу, что вам надо увеличить фактор агрессии. Но это не значит, что в следующем турнире вы должны проявлять безоглядную агрессию. Вы всего лишь хотели же увеличить этот фактор, вы не хотели играть как маньяк и все время атаковать, нападать, потеряв здравый смысл и способность к анализу. Вы должны знать, когда и что. То есть агрессия – такой фактор, который тоже следует применять в нужных ситуациях. Если вам не встречается подходящих ситуаций, то надо забыть про эту агрессивность, иначе она становится глупой агрессивностью. И поэтому все, что вам должно беспокоить, когда вы все забыли, все свои неприятности, я не знаю, часто там, может быть, какие-нибудь разговоры с женой на работе, с приятелем. У человека всегда полна голова разных его хлопот бытовых, разных философских отношений с детьми, какие-то грядущие дни рождения. Да, все хорошо, но вот это теперь надо забыть, взять в скобки и сконцентрироваться на насущных проблемах. Там размер блайндов, ваша позиция, стеки оппонентов – это именно то, что надо сейчас держать в голове. Кстати, это не всегда получается, и, может быть, вот именно искусство концентрации – это совершенно необходимое качество для сильного игрока. Может, я помню по поводу концентрации? Мне кажется, вот восточные люди имеют концентрироваться, потому что они, наверное, занимаются медитацией, так как они в основном буддисты. Это очень интересно наблюдать за ними. Они вот свои эмоции, ну, имеют хорошо скрывать. Это не про себя вообще, вот, допустим, китайцы. Да, ну, конечно, Восток с его тысячелетней культурой, и именно такой культуры и поведения, и концентрации, конечно, он еще любому Западу даст форы. То есть, я думаю, восточные игроки, например, в покер есть очень сильные, и китайцы, и вьетнамцы, и японцы. У них идеальная покер-фейс. Это нам так кажется. Им кажется, что у европейцев идеальный покер-фейс, потому что у всех одинаковый. Да, это много есть анекдотов. Но разговор не об этом. Еще один такой момент, который я хотел сказать до перерыва. Ну, если вы собираетесь идти играть в турнире или там в какой-то живой игре, но если там могут случиться такие результаты, что вы там, не знаю, если проиграете этот турнир, целую неделю не будете есть, вам будет не на что. Или если вдруг там от вас уйдет жена, если вы проиграете, или если вы просто его будете играть, она, допустим, хотела идти в кино, а вы говорите, нет, у меня турнир Sandy Millions, я должен его играть, там я прошел квалификацию, она говорит, у меня день рождения, пойдем в кино. Можно заранее сказать, что если вы поругаетесь и сядете играть, и вас будет это беспокоить, то, скорее всего, вы обречены. Если мужчина, то не будет беспокоиться, они свободно будут играть. Ну, мужчина и женщина по-разному относятся. Понимаете, как муж приходит домой и говорит, я выиграл там, а ты что такая грустная? Она говорит, а у меня сегодня умерла мама. Говорит, надо же, если уже человек упрет, то упрет во всем. Ну что, попьем чайку жестокие анекдоты, извините. Спасибо. 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 Египет. Шармальд Шейф. С 13 по 20 сентября. Red Sea Cup 2009. Покер-клаб менеджмент и телеканал ProPoker представляют выездной покерный турнир Red Sea Cup 2009. Условия участия на сайте tvpropoker.com Мы говорили о том, что если вы все же решили играть там, несмотря на какие-то разногласия или, может быть, какие-то тревоги, какие-то проблемы, то нужно уметь абстрагироваться от всех вот этих ваших невзгод, потому что служение стихиям не терпит суеты, как говорится. Ее величество, игра требует от вас полной самоотдачи. Как женщина, вот эта госпожа Фортуна, или как ее назвать, та, кто приносит нам удачи в этом покере, она не хочет, чтобы вы думали о чем-нибудь другом, кроме покера. То есть, есть еще одно такое весьма распространенное заблуждение. Скажем, вы математически точно знаете, что вам не везет. Вы проиграли несколько раздач, где у вас было там 90%. Вы проиграли сет, там пришел какой-нибудь стрит, раннер-раннер, случайно совершенно. Вы проиграли еще несколько раздач, в которых должны были выиграть. Ну, вы можете подумать, что, ну все, теперь как бы должно наоборот начать везти. То есть, если ему пришел стрит с живот, да еще раннер-раннер, теперь, может быть, и мне стоит попробовать купить этот стрит. Ни в коем случае этого не делайте. Нету никакой памяти. Если вы, например, играли бы в рулетку вдруг, и 10 раз под рад выпало красное, это не значит, что нужно удвоить ставку и поставить на черное. У шарика нет никакой памяти, он не помнит, что до этого было красное. Вероятность того, что будет красное или черное, 50 на 50. Ну, есть еще зеро, поэтому там 48 на 48. Многие в такой ситуации начинают нервничать, впадать вот в этот тильт. Неважно, в покере это случилось, в рулетке или где-то еще. Вот. И увеличивают ставки, не знаю, ищут более счастливый стол. Вот. Это непрофессионализм. Вот. И это путь, ведущий в пропасть. То есть, об этом как-то даже неловко говорить, но я специально говорю так подробно, потому что многие искренне заблуждаются. Многие игроки еще ставили стоп-лосс. То есть, если он проиграл, например, сегодня 3-5 бои, но он прекращает игру. Думаю, это стоит делать в том случае, если игра ухудшается. Но если он играет всю ту же игру, тот же плюс, стоит продолжать играть. Все же на дистанции он выйдет плюс. И так же, когда он много выигрывает, стоит продолжать играть. Дальше не факт, что он будет проигрывать, что ему просто везло. На дистанции он играет плюс. Чем больше играет, тем больше выиграет. То есть, ему хорошая и плюсовая игра. Поэтому не стоит делать такие стоп-лоссы, если вы свою игру не меняете, не ухудшаете. Думаю, это большое заблуждение, когда они проиграли уже, считая, что дальше будут проигрывать. Думаю, стоит продолжать игру, только не тильтовать и не делать простых ошибок. Вот такой еще вам покажу. Ну, такой случай, у вас на руках 7-9 пик, а на стол пришли вот такие карты. Но вы ошиблись, вы думали, что у вас трифовый 7-9, и подумали, что у вас 4 флеша и еще 3 дыр, и уравняли какую-то большую ставку. Ошибка стоила дорого, и вы потеряли в турнире большую часть стека. И дальше, в следующей раздаче, вы двинули улын и удвоились. Вот те оставшиеся маленькие фишки, вы удвоили. Вот вас начинает преследовать мысль. Если бы не та досадная ошибка, то я бы сейчас уже был бы чип-лидером. Ну, у вас было там, например, 5 тысяч фишек, вы 4 проиграли. А теперь вы тысячу удвоили, стало 2, если бы вы удвоили те 5, то сейчас у вас было бы 10. Как раз и партнер подходящий имел, то есть с большим стеком, какую-то комбинацию, которая была вторая по силе. Вот, случилось то, что случилось, эту мысль надо немедленно выкинуть из головы, это все то же самое, культивирование остаточного образа. А я специально для вас, поскольку вы любите играть в русский покер, я приготовил одну сдачу, тоже на культивирование остаточного образа, про русский покер. Представьте, что вы играете в русский покер на два бокса, и вам приходит на первый бокс такая карта. Сейчас я выберу то, что написано. Две дамы, две тройки и пятерка. Где у нас тройки? Две дамы, две тройки и пятерка. Вот такая карта. А у дилера девятка пик. Это все, что у дилера есть? Ну, у него есть какие-то еще четыре карты, но вы не знаете, какие есть. Вы не прикупаете к двум парам, и это на самом деле правильно. И открываете второй бокс. Здесь вы закрылись. То есть у вас стоит, например, здесь 100 долларов, вы сюда ставите 200, и смотрите второй бокс. А на втором боксе у вас такая вот интересная карта. Такая вот карта. Вам нравится? Стридро. Ну, еще и флеш-рояль-дро. Ой. Сердце уже бьется, начинается. Да. Тут что вам надо делать? Вам надо покупать здесь шестую карту. Ну, конечно. Я бы купила. После такт, я попробую. Тем более в русском покере, смотрите, что у вас также стоит здесь 100 долларов. Ага. Антет. Если вы купите любую трефу, у вас будет флеш, да? Если вы купите любого валета, у вас будет два стрита. Один от короля, а один от туза. Так? И вам оплатят за один стрит 800 и за другой стрит 800. А если вы купите, не дай бог, трефового валета, то у вас будет флеш-рояль и плюс еще стрит от короля трефового. То есть вам заплатят 100 к одному за флеш-рояль, то есть 20 тысяч. И плюс еще 800 за стрит. Я снимаю пик. Я снимаю пик. Извините. Вы покупаете карту и приходит троечка пиковая. О. А здесь-то эта троечка бы очень как пригодилась. Здесь был бы фулл-хаус. И вы не только не купили фулл-хаус, но вы еще и лишили себя возможности посмотреть еще одну карту. Вот. И, значит, вы не только не купили фулл-хаус на первом боксе, но вы упустили хорошие возможности на второй. Любой валет дает вам два стрита, любая три флеш, а заветный валет три флеш, флеш-рояль плюс три. Вы закрываетесь на этой карте тос-король-дама. Все-таки надеетесь, что у дилера не будет игры. У вас есть девяточка, которая совпадение уменьшает. Вот дилер открывает три девятки, и вы проигрываете оба бокса. Ну, такой счастливый открыл сразу три девятки. Где-то есть еще девятка. Такую карту открыл. Проигрываете оба бокса. Ну, то есть, проиграли вы сколько? Можете посчитать? Вы здесь 300, и здесь 300, 600, и еще одну карту меняли, 700 всего проиграли. И говорите, можно посмотреть еще одну карту? И вы показываете, пожалуйста. И тут как раз шел бы этот трифовый валет. Вы начинаете, значит, считать убытки. У вас текли слюни, а теперь текут горькие слезы. То есть, можно посчитать, что на первом боксе проиграли 300 антэ плюс 100. Антэ 100 и ставка 200. На втором боксе проиграли 400, покупка 6, и закрылись на 200. Итого минус 700. Если бы вы рискнули прикупить на первом боксе к двум парам, вопреки советам бывалых, чтобы им пусто было, эти бывалые ничего не понимают, иногда можно и купить к двум парам. То на первом боксе вы бы выиграли 1300, 7 к 1. А на втором, страшно подумать, купили бы рояль, оплата бы составила 100 за рояль, плюс 4 за стрит, итого 20 тысяч плюс 800. Общий выигрыш на двух боксах составил бы 22 100. Вместо этого вы проиграли 700, сделав разницу в 22 800. Ну я бы так бы не играла, я бы точно бы купила. Вот, это как раз ошибка. Не, не, на первом бы купила. Вот я и говорю, это и была бы ошибка. А почему ошибка? Я бы себе тройку и потом валет обозревала. И потом косил бы плакал. А если бы вот вам сюда бы пришел валет трифовый, что бы вы сказали? Вот когда открыли этот бокс. Я бы всех послала. Это так же как покер, игроки смотрят на исходы раздачи, там выбросили при флоп 2-7, а на флоп пришли там 2-2-7. Они уже думают, в следующий раз войду, вот мне пришло, на это вообще не стоит смотреть. Или даже когда оппонент переехал вас, на этой карте лучше уходить. Просто делать плюсовые действия, не обращать внимание на то, что мне бы пришло, или я неправильно выбросил. То есть рассчитывать на свою интуицию, какая карта бы вышла, это конечно неверно. Просто делать плюсовые действия, не обращать внимания на то, что я бы выиграл весь стэк, или вот не вошел бы, проиграл бы. Либо Мак знает пароль к моему компьютеру, либо мы мыслим с ним совершенно одинаково. Потому что здесь примерно то же самое написано. Вы не должны себя корить. Главное, вы играли правильно. Вполне могло случиться наоборот. Вы прикупали бы к двум парам на первом боксе и купили бы валет от рефт. Тогда бы вам действительно было за что себя корить. Потому что вы не можете знать, что придет. Вы должны играть правильно. И тогда вот эти 22 800, которые в разнице, это была бы цена вашей ошибки. Так это была ошибка фортуны. Она слепая, она блаженная, крутит себе свой шарик блаженная и светлая, и с нее спроса никакого нет. Вам нужно было бы только заслужить ее расположение. А так она вам уже все приготовила, хотела вам дать, вы сами отказались и купили этого валета не на тот бокс, на который нужно. И вот тогда действительно надо было бы сказать себе, стоп, мне нужно на сегодня бросить или, может быть, целый месяц наказать себя за то, что я делаю такие дорогие ошибки. А если вы сейчас чувствуете, что этот случай выбил вас из колеи, и вы непрерывно возвращаетесь к нему мысленно, то просто бросьте. Вот можно точно сказать, что этот стол никуда не унесут. И вы придете завтра, послезавтра, через месяц, он будет точно так же стоять на этом месте. Вы будете свежие, отдохнувшие, и у вас не будет голова забита всякой чепухой. Это так же, как игроки просят дилера открыть последние две карты, посмотреть, зашло бы им, то флешдрой или горшот. Думаю, это неверно, они только разочаруются, если это придет. Они сделали верное решение, просто не стали смотреть на исход раздач. Так же, если как в онлайне, в интернете, когда сильно переезжают, можно просто прикрыть стол и не смотреть, как там зайдет ему или нет. Просто, чтобы не подать тильт, не смотреть, какие раздачи, какая карта у него была. Переехали, не повезло, и все. Главное, правильно играть, да? Да. Да, потому что самая наша цель, то, зачем мы гонимся в игре в покер, это вот эти виртуальные доллары складские. То есть положительное мат-ожидание по сумме всех наших решений, это когда мы сыграли правильно, мы должны были этой ставкой заработать столько-то, но как легла карта, это уже не в нашей власти. Почему, например, если бы я сделал бы такую ошибку, азартно хотел бы сыграть и здесь попробовать купить эту троечку, купил бы вместо этого валета трех, вот, я бы, конечно, расстроился, ну, тем, что сильно не угадал, вот. И что делать в этом случае, я предпочитаю в этом случае бросить, потому что я исхожу, ну, несколько, знаете, из такого мистического принципа, что карта ошибок не прощают. Вот, и я имел много случаев в этом, как бы, убедиться на практике, потому что, если даже вы такую, ну, счастливую для себя ситуацию сумели обратить в проигрыш, когда вам везло и сильно везло, вы прикупили редчайшую комбинацию, которая один раз из 600 тысяч приходит в флеш-рояль, вот, то, что с вами будет и с вашим бюджетом, когда вам начнет не везти, а везет и не везет в игре всегда примерно одинаково, вот, поэтому, ну, из разных соображений бросить, что карты не прощают, во-первых, во-вторых, ты, как бы, обидел эту карту, потому что, ну, мы, как дети, склонны все вот эти явления природы анимизировать, то есть, наделять их признаками живого существа, душой, отношением к нам, там, к другому, то есть, я предпочитаю бросить и сделать паузу. Вот, точно так же, в нардах, игроки в нардах говорят, Зары ошибок не прощают, то есть, если тебе дал хороший камень, Зара, ты его использовал неправильно и проиграл, вот, то и Зара обижается на это дело. Ну, как же вы, Зара ошибки не прощают, то есть. Резюмируем, хочется же поиграть еще? Резюмируем, концентрация в игре и решение новых задач без оглядки на старые промахи и ошибки, вероятности, не зависит от предыдущих событий, ни у карты, ни у шариков нет памяти, перед игрой выспаться, решить забыть все насущные проблемы, вот, распоряжаться банкролом грамотно, так, чтобы, если даже вы попали в длиннющую полосу невезения, вам бы хватило, и вы бы не испытывали затруднений, на что играть завтра, или пойти, там, не знаю, подрабатывать таксистом, или кем-то там еще, чебуреки продавать, да. Вот, вот, Макс скажет, например, сколько ты считаешь для игры в интернете нормальный банкрол? Ну, нормальный баену 70, но я всем советую держать 200 баену, потому что любой проигрыш, самый большой данный стрик на баену 50, для них это будет только четверть банкрола, вообще не ухудшит его игру, в то время, когда 70 баен, он проиграет половину своих денег и будет играть уже худше, в состоянии будет, будет чаще тильтовать, поэтому лучше играть свой лимит немного дольше, пусть даже вы не так быстро перейдете по лимитам, у вас будет безопасность того, что вы не проиграете все деньги, потому что если игрок проиграет банкрол, ему восстановиться очень сложно, потом с мелких лимитов у него будет страх проигрыша, поэтому много новичков, первый банкрол по статистике заливает 1 на 80%, то есть каждый пятый только не проигрывает, а тот, кто не проиграет, у него намного больше перспективы, шанс пройти по лимитам, поэтому лучше сразу относиться к этому серьезно, держать по 200 баену даже. То есть, применительно практической ситуации, если вы собираетесь играть, например, там, завели счет на каком-то сайте, и хотите играть, например, полдоллара-доллар, и тогда вы ставите на стол 100 больших блайндов, это 100 долларов, и это ваш баин, ну, лимит, с которым вы входите в игру, то есть, чтобы вы себя чувствовали спокойно, вам надо иметь 200 баинов, то есть 20 тысяч долларов, у вас должен быть такой запас прочности, чтобы вы могли себе позволить проиграть 1, 2, 3, 5 раз, и еще бы не чувствовали себя дискомфортно. Просто идеальный уже банкрол, если 200 баинов, просто шанса того, что сольете, банкрол почти нет, там, это уже такой запас большой, он действительно лучше больше иметь чем. И есть еще одно тоже такое полумистическое верование игроков, что фортуна любит легкость по отношению к деньгам. То есть, вот почему вот эти гусары бешабашные там выигрывали? Потому что, ну, они гусары, им как бы не страшно проиграть, вот, а человеку с большим запасом не страшно проиграть, у него большой запас, и поэтому он достаточно легко, он не дрожит за эти там 100 долларов, как бы их не проиграть, кушать не на что будет, или жена будет ругать, или детям на зиму одежду купить не на что будет. Это его игровой банкрол, он его отделил, у него есть на что кормить семью, вот, а он эти 20 тысяч, он держит как вот 200 баинов отдельно. Он может их в банке держать, это не важно. Вот, и великие часто про это говорили, например, Дойл Бронсон, как-то я помню, прочитал такую фразу, он говорит, иногда жена на меня обижается, она хочет купить какую-то мелочь, там, не знаю, новую сумочку, а я ей говорю, подожди сейчас, ну, с деньгами напряженка. При этом я в этот же вечер делаю ставку размеров Кадиллак и проигрываю. И она говорит, ну, как же ты проиграл, Кадиллак мог купить, а ты мне на сумочку пожалел. Он говорит, дорогая, ты не понимаешь, это оборотные средства. Я, скорее, должен был бы выиграть Кадиллак, и тогда я мог бы из оборотных средств вывезти, и тебе дать на расходы, чтобы ты купил сумочку, там, новый дом, там, что еще. Поэтому, и еще я хотел сказать такую вещь, раз уж мы заговорили про банкрол и что делать, когда он заканчивается. Я, когда еще не был никакого ни покера, ни казино, был просто Советский Союз, но было много людей, которые играли, все студенты играли, там, не знаю, таксисты играли. Летом на пляже где-нибудь в Сочи там сидело по 50 лежаков, все играли в преферансы, разные игры. И мне весь этот игровой мир представлялся такой пирамидой. И там много этажей в этом здании, пирамидальный форум. И на первом этаже, например, там, ну, грубо говоря, студенты. Они могут проиграть или выиграть не больше 100 рублей, у них стипендия 40 рублей в месяц. Вот они в пределах 40 рублей там все и разыграют. Но там кто-то найдется среди этих студентов, или лучше других играет, вот, или какой-то уже более опытный, или, может быть, он жулик, ну, не важно. Но факт тот, что он выиграл у своих вот этих из одной группы людей, и у него стало в 10 раз больше денег, и он уже переместился на следующий этаж, на следующий уровень, где люди могут проиграть друг другу тысячу рублей. Какие-нибудь там уже директора магазинов, какие-то более состоятельные люди. У него там вероятность у всех выиграть, ну, одна десятая, а девять десятых, что он проиграет свою тысячу. И тогда он вернется опять назад в свой круг, пополнять вот этот свой банкрол. Вот. Но у него там есть запас прочности, потому что он же уже у них один раз выиграл у всех. Он просто лучше них играет. Он в этом кругу опять пополнит свой банкрол и опять сделает попытку. В следующий раз у него попытка удастся, и он перейдет еще на третий этаж, где уже по 10 тысяч люди могут разыгрывать. Вот. И если он там опять с вероятностью девять десятых проиграет, он снова спустится на один этаж, где все по тысяче. Но он и здесь же выбился в люди, то есть он выше среднего уровня на втором этаже. Поэтому он, скорее всего, опять поднимется. Но если человеку вдруг сильно повезло, и он, например, ну неважно, сорвал джекпот в этом автомате или в лотерею выиграл, и он переместился сразу на пятый или шестой этаж, где люди могут разыгрывать по миллиону, а он как раз миллион выиграл, то с ним произойдет настоящая беда. Потому что он проиграет там свой миллион с вероятностью не девять десятых, а девяносто девять сотых. Ну потому что он же играть-то не умеет. Он же не прошел закалку на всех вот этих мелких этажах первых. Он проиграет, и теперь ему жалко, он хочет восстановить свой банкрол. Он пойдет туда, где они играют по сто тысяч, разыгрывают, но он и там очень слабенький. Он где-то возьмет кредит сто тысяч, проиграет их, и пойдет туда, где по десять, но он и там легкий партнер. То есть пойти туда, где студенты разыгрывают 40 рублей свою стипендию, ему уже не интересно, он уже держал в руках миллион. Поэтому у него большая проблема. Он, скорее всего, никогда свой банкрол не восстановит. Я, например, сторонник того, чтобы был трудовой банкрол. Вот если вы хотите играть в покер, вот вы выделите у себя деньги, которые вам не жалко один раз в ресторан сходить, сто долларов. Если проиграете, считаете, это не мое, больше не хочу. Если вы играете, там, станет 200-300, у вас есть два пути. Оставить 100, 200 снять и продолжать играть. Либо, если вы чувствуете в себе силы, если вы читаете книжки, ходите в школу, занимаетесь, ищите информацию, вы можете увеличить свои лимиты. Но, опять же, как Макс, попытайтесь накопить такой банкрол, чтобы он был вам достаточен. Это и будет игровая дисциплина. Я думаю, очень важно переходить как раз на лимит выше, чем спускаться ниже. Потому что некоторые игроки просто никогда не спускаются ниже, потому что они вовремя переходят на лимит. Они повышают ставки только тогда, когда они уверены, что там будет играть большой плюс. Им просто нет равных на этом лимите. Не стоит прыгать по лимитам слишком быстро. Лучше медленно, понемногу увеличивая банкрол. И тем самым не нужно будет просто спускаться на лимит ниже. У него большой запас, большой, очень сильный уровень игры. Также большое заблуждение в том, что чем больше начальный банкрол, тем больше шансов подняться по лимитам. Если игрок сделает сразу депозит на 1000, на 5000 долларов, он, скорее всего, их проиграет сразу, потому что он пойдет на большие лимиты. А тот, кто начнет с 10-20 долларов, если он поднимет их до 100 долларов, 150, ему будет просто обидно проиграть эти деньги, которые он уже выиграл. Он более осторожно будет относиться к ним. Поэтому лучше начать с очень мелких лимитов. Просто набирай банкрол. Не делай депозит сразу на большие суммы. Это не даст никаких больших шансов. Наоборот. Если он проиграет эти деньги, ему будет сложно начать с мелких. Соответственно, у него меньше шансов. Ну, это с опытом приходит, да? Так, больше опыта набираешься. Какой у вас банкрол? Какой вы блайнд поставите? Я уже потасовал. Маленький, наверное, 50. Конечно, с опытом. Конечно, с опытом. 50-100, да? Да. Моё слово, да? Нет, ваше будет потом. Сейчас ещё Саша, потом Макс. Я угадаю. Вот интересно, чем больше играешь, тем хуже карты приходят. Вот с чем это можно объяснить? Пас. Вот что-то заскрипело. Мачта. Пас. Теперь ваш, Катя. Пас. Вот. Отличная заявка. Очень хорошая заявка. Интересно. Можно с уверенностью сказать, что всего 275, да. Теперь мы одну карточку сжигаем. И открываем. Три. И ваше слово первое. Чек. 425. А в банке 275 и 275, 550. И блайнд. Да. 600. Ставка размером 2 третьих банка. Чуть больше. То есть стоит оставлять? Нет. Почему стоит? Я же не знаю, не ваша карта, не Макса. Да. Но у него либо туз хороший, либо какая-то парочка. Вот. Ну, по классике так. Или он может блефовать так. Ну, ну, с какой ему смысл блефовать? Может и блефовать. Да, это он блефовал. Ну, для этого восточные женщины накопили вот эту тысячелетнюю мудрость, чтобы решать. Я же специально имя сделал, что я блефую. Ну, ладно, пас. Давайте посмотрим, блефовал или нет. Валет 10. А вас? Не буду откровать, хочу посмотреть. Ну, пожалуйста. А почему не будете, вы не стесняетесь? Вот, пожалуйста, уже валет. Он в предвидении. В предвидении. Так. Король дамы. Хорошая карта, между прочим. Так, ну что, еще одну задачу успеваем сыграть. Поэтому лучше сразу сыграть и рейс, перфоб дамы коры. Потому что я нападал. Поэтому часто будут такие плохие выходить. Я знала, что после чек вы сделаете рейс. Так. Если бы я сделала рейс, вы бы подумали тогда, что у меня... Я мог еще переставить. А. А надо было это делать? Вы могли на мой команду сыграть, и мне сюда бы. Саша, можно Максу передать все эти фишки? Я страду. А я ристраду. Раз, последняя сдача. Катя, под вас идет ставка 400. 400? Да. Ну, вы даёте. Это не за счет, что и кол 400. Может быть, 2000 рейс. Окей. Если позволяет карта, конечно. Ставка 400. 50, 100, 200, 400. А, это как... Все в темную пока. В темную. В темную. В страду. То есть, мы не смотрим, да? Так, а мы еще не дождались, а ты, ну, что там, кол, да? А тут рейс пришел. Что-то такое много. 2700. Макс, пас. 1700 кол. По здравому размышлению, пас все-таки. Вот лучше не делать таких ставок, после которых пас. Первое, словно. Мою? Нет. Пас. Пашину. У него, видимо, 6-4. Он же такой рейс давал до футбол. Какая еще карта, может быть? 6-4. Тысяча. Две тысячи. Здравый смысл подсказывает пас, конечно. Хотя, последнюю задачу хочется выиграть. Я пас. Я чек. Ну, чек. Ладно. Я пас. Ну, ладно, давайте посмотрим, у кого что было. О, там хорошее. 3-2. Самое лучшее у меня, что ли, получается. Давайте посмотрим, что было. Ну, Саша заслужил. У него все-таки парочка. Да. О, в следующий раз. О, чек, да? Зачем ты меня так напугал? Я бы все твои папки без оправа. О, на этой счастливой ноте. Это не счастливая нота. Хотела вам сказать спасибо. Это было интересно. Это было последнее сороковое занятие нашей школы. Следующие встречи только на семинарах по повышению квалификации. Да. Ну, забирай. На, на, на. И просто бей, 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 бей. Нечестно, нечестно. О, мой гад. Ну, тут мы вынуждены попрощаться. К сожалению, это наш последний сороковой урок. Я думаю, что у вас есть все необходимые данные для того, чтобы попробовать свои силы. И выиграть много денег. Может быть, мы будем время от времени совершенствовать наши знания и встречаться на семинарах и на курсах повышения квалификации. Про много денег это, конечно, была шутка. Потому что я хотел бы теперь видеть вас среди участников и, возможно, финалистов чемпионата России. Турниры проходят каждый год. Турниров много. В этом году Европокер Тур. Дальше другие значимые турниры. Так что через тернии нашей школы к звездам. Дальше другие... Дальше другие... Субтитры создавал DimaTorzok